ДИВАНОМУ ФИЛОСОФУ За что ей большое спасибо. Мне пришлось за него отдать полторы тысячи кровных. Легкий, круглый и зеленый. Специальные отверстия, сделанные для проветривания и для облегчения веса. А возможно и для того, чтобы при десантировании его не сдувало. В данной модели играет функция вентиляции. Учитывая, что шлем жестокий китай, надо сказать, сделан довольно неплохо. Жесткий, ударопрочный пластик. Ровная матовая поверхность и не блестящий окрас. Хотя какой-нибудь ковер на него все-таки не помешает. С каждой стороны хреново приклеенные велкро. На них вы можете крепить опознавательные знаки и любимые патчи. Рекомендую сзади наклеить надпись этой стороной назад, чтобы не перепутать, как надеть шлем. Также слева и справа находятся рейлинги для крепления различных устройств. Начиная от фонарей и заканчивая экшн-камерами. С каждой стороны есть зацепки фастексы для закрепления маски или очков. Кому как нравится. Кстати, сами рейлинги, съемные, держатся на винтах, которые можно открутить минусовой отверткой. Ну а спереди самое нужное крепление для страйкбольных блогеров. Крепление под прибор ночного пьянения или для других устройств. Чаще всего используется для экшн-камер. Имеются дополнительные удерживающие стяжки. В самом шлеме спрятаны интегрированные очки, призванные защитить глаза игрока. Но я бы остерегся ими пользоваться. По внешнему виду они напоминают обычные строительные очки. Очень сильно изгибаются и явно не вызывают у меня доверия. Они довольно свободно болтаются на креплениях. И использовать их можно только в крайнем случае. И то недолго, и то отвернувшись в тене в попытке протереть свои нормальные очки. А вообще рекомендую их ликвидировать, дабы избежать соблазна их использовать. Система подвеса тут до безобразия проста. И напоминает шлем для наездников велосипедов. Струпы слабенькие и тонкие. Скрепляются среднего качества фастексом. Сама система сделана из твердого пенопласта, окрашенного в черный цвет. К которому приклеены на велкро подушечки. Кстати говоря, в комплекте со шлемом идет дополнительный набор подушечек. На двухсторонний скотч с велкро крепится сама конструкция пенопластового подвеса. Тут требуется приложить руку и инженерную мысль. И довести конструкцию до ума. Чтобы система не катапультировалась из шлема. Внутри шлема стоит клеймо от производителя Emerson Gear. В виде черепа и соответствующей надписи. Толщина стенок самого шлема порядка 4 мм. Что на мой взгляд достаточно для страйкбольных нужд. Использовать его в каких-либо других целях, кроме легкой защиты на играх, я вам не рекомендую. Скорее всего, в средней степени удар он выдержит, а пенопласт самортизирует, оставив в целости ваше драгоценное серое вещество. Но сильный удар может стать для шлема последним. Мною покупался в целях чистой эстетики и как платформа для камеры. Сама форма всего шлема предусмотрена на ношение с наушниками. В межсезонье можно прекрасно использовать в качестве канцелярской урны. Достаточно большой объем прекрасно вместит всю вашу поэзию и рэпчик, размещенный на бумаге. Надо бы испытать его. Продолжение следует... Подводя итоги, скажу. Шлем неплох, в качестве красивого аксессуара и базовой защиты от легких ударов и падений. Если у вас по этому поводу есть другое мнение, напишите его в комментариях. Ну а на этом у меня все или почти все. Спасибо за то, что посмотрели до конца. Не забудьте подписаться и посмотреть другие выпуски. Всем удачи и пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!